Сегодня у Беларуси достаточно неплохие шансы подставить плечо на россиянам. Почему? Потому что у нас не только сохранились сами по себе инженерные школы. Если мы понимаем, что нам надо добиться за технический суверенитет, то должны быть какие-то меры, мероприятия. И когда вот наступило то, что наступило, сегодня, если бы не белорусы, которые подставляют технологическое, машиностроительное плечо россиянам, то, в общем-то, вообще беда была бы. Идет речь о финансировании этих проектов по Беларуси порядка одного миллиарда долларов. Цифра, казалось бы, большая. Казалось бы, большая. И чтобы на заводе работать, надо быть неубиваемым оптимистом. Владимир Николаевич, в последнее время заставляет говорить очень много о технологической независимости. Россия и Беларуси. Ну, по отдельности тут вряд ли получается. На ваш взгляд, вообще-то цель достижима? А если да, то в каких отраслях, ну вот, проще всего, скажем так, ее достичь? А может быть, где-то уже достигли? На самом деле, очень хороший вопрос. Хороший, спорный, я бы сказал, дискуссионный и даже где-то нервный. Почему? Потому что вопрос, можно или нельзя достичь той или иной независимости, упирается сразу в вопрос, хотим или не хотим. И на самом деле, ответ, если желание достигать технического суверенитета, я скажу, у меня нет однозначного ответа. Потому что лозунг не является основанием считать, что появилось желание этот суверенитет достигать. Ну, мы же с вами уже говорим о том, что серьезные проблемы с точки зрения санкций европейских, там западных, уже больше чем полгода движутся. И хотелось бы, в общем-то, наверное, понять, ну, если мы понимаем, что нам добиться за технический суверенитет, то должны быть какие-то меры, мероприятия. Я скажу, что с моей точки зрения, как человека, который в полях, занимается непосредственным производством, меры, которые принимаются на территории Российской Федерации, можно отнести к рефлексии. То есть, если где-то что-то больно порвалось, нам нанесли рану, попытаться как-то ее замазать, бинтом замотать. А вот с точки зрения того, чтобы подумать о каких-то по-настоящему серьезных целевых установках по развитию то или иного направления отрасли, ну, пожалуй, более-менее громко в последнее время заговорили про авиастроение. Хотя, если, опять-таки, вы наблюдаете за риторикой российской власти, то еще месяц назад нам говорили, что к 2025 году, причем люди говорили серьезно, это вице-премьер, это министр промышленности, тогда тех еще, Думан Трува, говорили, что это будет тысяча самолетов к 2025 году. Сегодня мы говорим о том, что это будет чуть больше, чем 300 самолетов аэрофлота до 2030 года. То есть, риторика меняется, и, если уж честно, я понимаю, что в данной ситуации пока мы говорим о суверенитете на основании тех или иных лозунгов. Потому что, если вот, опять-таки, брать за какие-то параметры, так сказать, тот же Питерский форум экономический, то, выступая на завтраке Сбербанка, Герман Гребс сказал, что вот есть два возможных направления развития России. Одно из них — это повышение, так сказать, производства и структурная перестройка самой России, которая и приведет, в том числе, должна привести к технической независимости. А второе — это поворот трубы с Запада на Восток. И он задал, так сказать, вопрос участникам завтрака, как они считают, что в России произойдет. И вы знаете, проблема в том, что после первого голосования более 70%, а это не клоуны приехали, это люди, которые в бизнесе занимают очень серьезные позиции, это эксперты, более 70% отразило свое видение, что, скорее всего, в России все закончится поворотом трубы с Запада на Восток. Поэтому, почему такое возникло у экспертов мнение? Да потому что, на самом деле, они привыкли реагировать не только на статьи в газетах или на вечерние новости где-нибудь на Первых каналах, но и на реальные мероприятия от правительства. А правительство, к сожалению, сейчас не в состоянии в рамках действующей, так сказать, системы распределения ресурсов и финансов в России выделить какие-нибудь соответствующие средства на то, чтобы так или иначе АБАФОС решать. То есть, мы пока видим только одну цифру, которая была озвучена, это 1 триллион рублей до 30-го года на авиастроение. Честно сказать, за такие деньги авиастроение ни в одной стране поднять не удастся. Это просто можно посчитать потребность в оборотных ресурсах, и поймете, что не хватит даже оборотных средств. А ведь надо строить еще предприятия, ведь у нас целые цепочки кооперационные выпали, нам надо делать свой двигатель аферационный, другую авионику. Патает вопросов, которые надо как-то финансировать. Есть моменты. Поэтому необходимость в суверенитете технологической, безусловно, есть. Но вот понимание, кто это будет делать и как. Опять-таки, кадровая школа в России очевидно слабенькая. Мы же 30 лет развивали здесь сырьевые направления. Соответственно, инженеры машиностроения, технологии нам были не нужны. Я уж не говорю про более серьезных инженеров авиастроения и так дальше. Я думаю, именно поэтому сегодня в Беларуси достаточно неплохие шансы подставить плечо именно россиян. Почему? Потому что у нас не только сохранились сами по себе инженерные школы. Я говорю про наши университеты, бывшие институты. Это и политехнические, и университет БГУ, и радиотические, и другие. У нас очень много осталось технически сильных инженерных вузов. Но вопрос даже не в том, что у нас есть технические вузы. В Москве тоже есть, скажем, Бамунка, технический вуз. Причем считается очень престижный, на самом деле. Да, престижный вуз. Но вот, как вы думаете, студент Бамунки, который закончил самый престижный вуз, самую престижную профессию, там, скажем, он после этого в Челябинск поедет работать инженером, условно говоря, или там Нижний Тагил. Что-то у меня есть ощущение, что с этим шикарным красным дипломом его примут где-то на другое место, на другую работу, и совсем не в производстве. А вот в Беларуси ребята после этических специальностей, они попадали на заводы, конкретно на заводы, где они уже набирались практики. То есть мы не потеряли не только школу, мы не потеряли кадры, которые умеют и знают, как работать на производстве, в том числе машиностроения. Это тот серьезный для союзного нашего государства плюс, которым сегодня обладает не Россия, а Беларусь, если так честно. На ваш взгляд, вот мы говорим, сейчас много говорят о том, что санкции, санкционное давление, ну, хотя я не люблю слово санкции, часто об этом говорю, это не санкции, на мой взгляд, потому что санкции, знаете как, ну, санкции может ввести тот, кто над, да, а здесь, как боксеры в ринге, они наносят друг другу удары, они не могут санкциями обмениваться, они обмениваются ударами, вот то, что сейчас происходит. И, то есть, мы под ударом, Россия может быть чуть позже, но Беларусь уже очень давно. И в связи с этим, что из белорусского опыта, вот противостояния вот этим, этим самым ударом, может быть интересно для России, что может применимо для России, и может быть уже применять? Единственным, конечно, моментом, который, безусловно, в Беларуси имеет явное преимущество перед Россией, то, что так или иначе, противостояние проблемам, оно делалось через те или иные плановые, не прогнозные, а плановые мероприятия. Разрабатывались целевые плановые прогнозные мероприятия, в которых были не лозунги или там призывы вперед, а прописывались конкретные цели и задачи для конкретных руководителей, под них выделялись ресурсы и средства. В России же сейчас подтвердила свою приверженность рыночной экономике и рыночным, в общем-то, механизмам, соответственно, поручить какому-то директору завода что-то там освоить или к такому-то сроку, да еще дать деньги, которые, возможно, он даже и не согласился, но это достаточно наивно. То есть у нас, в Беларуси, была выстроена система цели полагания и цели достигания, я так бы сказал. И в Беларуси принципиально они ставились задачи, под которые Беларусь не выделяла средств. То есть сначала шел все понимание, есть ли у нас ресурсы для достижения этой цели, и если на этой цели ресурсы находились, Беларусь могла поставить себе такую задачу. Скажем, никто никогда не помнит, чтобы в Беларуси был лозунг, а давайте мы к такому-то году организуем, ну если уж не 25 миллионов рабочих мест высокопроизводительных, то хотя бы миллион. Почему? Потому что если бы наш президент такое произнес, то на следующий вечер у нас бы во всех мэриях и областных городах горели бы окна, и все бы считали, а сколько мы в своем деревне, поселке, городе или области должны создать этих самых высокопроизводительных рабочих мест, и за счет чего мы это сделаем. Поэтому такие лозунги в Беларуси в принципе невозможны, потому что за ними по всей цепочке вертикали власти необходимо было провести те или иные решения и достижения цели. В России считается, что если какая-то цель, скажем, нужен у нас суверенитет технический? Нужен. Ну, значит, мы объявляем, что мы идем в технический суверенитет. Кто-нибудь посчитал, по каким направлениям, сколько это будет стоить? Никто. А если у нас нет, в общем-то, понимания, что мы пода целью... Помните, у нас был в России лодунг импортозамещения? Да. Но он сейчас опять же актуален, как никогда, снова. Вы понимаете, мы даже знали, что оно должно поддерживаться государством. Но я писал в официальной структуре письма с просьбой объяснить, а что у нас считается импортозамещением технологическим импортозамещением, а что не считается. Вы знаете, в стране даже не было определения, что является импортозамещающей продукцией. Понимаете? И, соответственно, лодунг был, а импортозамещения не было, потому что даже не было определения того, что считать импортозамещением. Но сегодня более правильная фраза, мы поменяли фразу импортозамещения на фразу технический суверенитет или техническая независимость. Это верно. Но лодунг, может быть, стал более правильным, а вот с точки зрения мероприятий мы по-прежнему считаем, что если где-то в бюджете после того, как мы очередные резервы в фондах создадим, если раньше в Америке создавали фонды, теперь мы создадим резервный фонд, скажем, в Пекине, вот если после этого деньги останутся, вот они будут пущены на импортозамещение или независимость. А если не останутся, то, ну, извините, будем так как-то замещаться. То есть вот в этом у меня, кажется, основная проблема тем, что у нас разные системы принятия решений и достижения целей. Ну, понимаете, вот то, что вы сейчас описали, это, в общем-то, элементы мобилизационной экономики. То есть Россия пока не готова переходить на эти рельсы, получается? Ну, смотрите, вот я скажу свое субъективное мнение, может, я не прав, но так или иначе я живу, так сказать, и работаю непосредственно в тылу, в том тылу, который, в принципе, и чувствует, мы готовы, мы идем к мобилизационной экономике или нет. Вот когда я приезжаю на территорию Республики Беларусь и там хожу по предприятиям, работаю, у меня постоянное ощущение, что там вот этот вопрос мобилизации, он не прекращается уже много лет. То есть год за годом каждый завод борется за то, чтобы достигать тех из них целей, которые позволят ему остаться на плаву, а в целом дать работу людям в том или ином городе и в стране нашей, в Беларуси. В России же после начала спецоперации были очень серьезные количества совещаний, собраний, были мысли о том, что, наверное, мы не туда в это время шли, что либеральные наши лозунги не туда нас привели, что потеря суверенитета финансово привела к тому, что у нас везде стоят кадры непонятно, к чему у нас ведущие, и, наверное, надо с этим делать что-то. Ну вот прошло время, и вы знаете, у меня создалось впечатление, что вопрос по кадровому составу больше не стоит. То есть уже вы не услышите серьезной критики в адрес экономических властей нашей страны нигде. Более того, вот на последних, вот сейчас вот прошел форум, идет восточный форум, и выступает и премьер-министр России, он же прямым текстом говорит, что мы справились, благодаря, в том числе, совместной работе с Центральным банком, мы справились с проблемами, которые стояли перед Россией. И, в принципе, мы достигли невероятного успеха в сдерживании, так сказать, и инфляции, и темпов падения ВВП, благодаря совместной, правильной, грамотной работе финансового блока и Центрального банка России. Ну, что я по этому поводу могу сказать? Значит, опять же, если вы посмотрите на тех людей, которые приехали на Восточный форум, там, где, в общем-то, один из очень важных, так сказать, предприятий, вы там хоть одного эксперта, которого условно можно было отнести к экономисту нелиберального плана, могли бы найти? Вот если случайно на питерском форуме вы Сергея Ильича Глазева могли бы увидеть, или даже Михаила Хазина могли бы увидеть, да, то на Восточном форуме никого из этих ребят уже не было. То есть, все, тема по тому, что... Ну, я понимаю вас, потому что и Хазин, и Глазев, они, в общем-то, именно против того, чтобы либерализм продолжал свое победное шествие по России. Ну, скажем, поэтому вопрос в том, что форум как бы был, форум это в том числе дискуссии. А кто бы с ним дискутирует? Там практически все представители экспертного сообщества, это были проверенные старые кадры, либеральные, так сказать, школы и приверженцы старой кредитно-держанной политики, которая была в России. Единственное, что у нас может поменяться, о чем было сказано, что теперь мы будем менять в наших резервах доллары на юани. И в этой ситуации, если раньше мы за наши свободные деньги помогали строить экономику западного мира, и Америки в частности, то теперь 70 миллиардов, которые мы хотим положить в резервы, это пойдут на то, чтобы более-менее развивать экономику и промышленность Китая. А как по-другому? Вот у нас есть задачи по техническому суверенитету? Есть. А мы что делаем? А мы наши резервы делаем в Китае. Так вопрос, кто над чем борется? Опять-таки, если уже говорить про поворот трубы на восток. Ну, статистика, которая сейчас показывает ситуацию. Есть кратное увеличение поставок сырья, причем с демпингом, из России в Китай, и снижение объемов поставок оборудования из Китая в Россию. Дальше возникает вопрос. Это же скрытый вывоз капитала, по большому счету. Ну, это большая такая интересная тема. На самом деле, да. Только, ну да, направление поменялось только, по сути. Ну, опять же, если смотреть на историю, так сказать, товарных потоков от России, мы же привыкли, что белорусов всегда, постоянно, россияне с разных каналов, центральных, говорят, это драмагеды, нахлебники белорусы объели всю нашу богатую Россию, и мы тут живем нищие в России, потому что эти вот белорусы нас так объели. Ну, я вот не поленился, посмотрел динамику торговых отношений России за последние 30 лет с внешним миром. Оказалось, что товарный профильсит в России, то есть товар, который Россия вывезла за пределы России, на 3 триллиона долларов больше, чем она обратно вывезла. Понятно, да? Это с 90-го года. Если пересчитать на нынешний курс доллара покупательской способности, это примерно около 7 триллионов долларов. 7 триллионов долларов. То есть на 7 триллионов долларов из России вывезли больше, чем ввезли, так сказать, партнеры обратно. Поверьте, это сделала не Белоруссия. Но, тем не менее, я сразу не поверил и решил, да, это Белоруссия вывезла из России 7 триллионов долларов. Ты как-то не заметила просто случайно. Как же это все получилось? Ну, я не стал долго ходить и решил проверить, а кто же все-таки в западном направлении из постсоветских наших республик больше вывезли. Так вот, оказалось, что на каждого белоруса товарное соотношение, так сказать, кредитования было от 3 до 12 раз меньше, чем на Эстонию, Латвию и Литву. То есть Россия кредитовала товарным потоком всю Прибалтику кратно выше, чем Белоруссия. Но при этом никто ни на одном телевизоре российском не рассказывал, что гадкие Прибалты объедают бедных пенсионеров в России. И когда вот наступило то, что наступило, сегодня, если бы не белорусы, которые проставляют технологическое машиностроительное плечо россиянам, то, в общем-то, вообще беда была бы. А где же наши машиностроители Эстонии, Латвии, Литвы, которых мы так сильно спальсировали все эти годы? Поэтому, понимаете, это, опять-таки, клише идеологические, которые, если кто-то их... А ведь это клише в голове россиянина среди бытового засела. И сейчас, если вы те или иные наши форумы русско-белорусские смотрите, сразу возникает вопрос. Это опять Батька Лукашенко пришел грабануть Россию? Ребят, ну вы хоть немножко цифры-то посмотрите. Посмотрите цифры, наконец-то, кто кого грабит. И в этой ситуации, когда в нынешней способности покупательского доллара на 7 триллионов Россию обнесли, вы действительно считаете, что пенсионеры нищенствуют в России из-за того, что с белорусами развиваются торговые отношения? Ну это, конечно, сильно стараются либеральные средства массовой информации в России, чтобы такое клише в России сложилось. А, в принципе, им получилось это сделать, если так быть откровенно. Плюс к этому, мы вот на протяжении долгого времени все были свидетелями таких торговых споров, которые периодически возникали, причем в абсолютно разных отраслях. Очень давние газовые, молочные и так далее, их было много. И они возникали как-то спонтанно. Это несмотря на то, что лидеры регулярно, методично, можно сказать, демонстрируют политическую волю абсолютно положительную. К сближению, к единению, к единству, к союзному государству и так далее. Очень много, скажем так, декларируют благородных целей. Но вот эти споры так или иначе возникают. Причин масса на самом деле, их можно долго разбирать. Но вот на ваш взгляд, вот ситуация, которая сейчас, когда мир меняется, когда опять же наши лидеры говорят вслух, что мы должны быть вместе. Вот глубинные причины вот этих вот разногласий, как вам кажется, где-то удалось хоть чуть-чуть устранить? Смотрите, значит, я буду здесь немножко пессимистичен. Почему? Потому что разговоры о том, что мы должны быть вместе и поддерживать друг друга по возможности, каждый закрывая свою нишу, я действительно очень долго слышу. Более того, я очень часто участвую в переговорах, то с одной, то с другой стороны, а то одновременно с обеих сторон, когда эти споры происходят. И у каждой стороны есть свои претензии к оппоненту, причем претензии практически неустранимые. И они устраняются только тогда, когда действительно отступать некуда. Есть очень серьезная проблема. Дело в том, что у нас разное социально-экономическое устройство общества в России и Беларуси. Понимаете? Вы когда в последний раз от нашего президента, или может быть от премьер-министра Беларуси, или может быть от какого-то министра, или может быть хотя бы от упавшего в яму и забывшего, куда он упал, начальника отдела какого-нибудь министерства, слышали фразу, что мы в Беларуси сохраним приверженность рыночным основам экономики? Никому голод не придет, верно? Мы понимаем, что мы работаем с рынком, но мы точно понимаем, что в Беларуси, что это не основа управления экономикой и нашим строем. А в России мы слышим эту фразу очень регулярно, причем самых высоких. То есть, что бы ни случилось, не найдетесь. Мы от рынка не на шаг. Что бы ни случилось, да, война, но не найдетесь. Мы от рынка не на шаг. Поэтому, так или иначе, в Беларуси, надо признать, существует определенный вид, можно как угодно называть его, но это все равно какой-то вид общественной собственности на средства производства. И он является главенствующим в нашей стране. И он позволяет планировать как наши ресурсы, так и более-менее регулировать, в том числе и справедливость уровня жизни населения, чтобы оно не было таким расслоенным, как, скажем, в России. В России все не так. В России по-прежнему во главу угла ставятся рыночные принципы. И, соответственно, нет ничего важнее, чем личная прибыль конкретного предприятия, которое находится на территории России. Понятно, да? И вся задача... Ну, а чаще всего, извините, добавлю, конкретного человека, который, собственно, является владельцем этого предприятия. А уже там вот предприятие потом... Об этом и речь. Дальше возникает одна, в общем-то, неприятная вещь. Дело в том, что мы, когда обсуждаем проблемы отношений между Россией и Белоруссией, мы очень часто называем очень странную фразу. Мы призываем к справедливой конкуренции. Понимаете, да? Но я как производственник, который знает, в том числе в России, что такое справедливая конкуренция, мы говорим о том, что мы должны быть умерщены с обоих сторон по справедливости. Дело не в том, справедливая у нас конкуренция или нет. Дело в том, что ее вообще быть не должно. Но ведь в России производства свои умерли в том числе, потому что они конкурировали, справедливо конкурировали между собой. То есть, бог с ней, в Белоруссии, когда нам помогают, не помогают. Вот есть несколько предприятий, которые между собой конкурируют, так или иначе. Производят похожий вид продукции. Дальше, для того, чтобы остаться на рынке, вы должны давать цену ниже. Верно? А как вы будете давать цену ниже? Вы должны снижать уровень зарплаты своим рабочим, тем самым уничтожая будущую кадровую смену. Потом вы начинаете экономить, а может быть, сразу амортизационные отчисления. Вы пристретите, складываясь в модернизацию, и при уже... Вам надо сегодня удержаться на плаву, свое предприятие каким-то образом удержать. Рано или поздно, оказывается, что предприятие разрушено технологически и отсутствует кадр. И после этого происходит закрытие. Зато какое-то время честно между собой народ конкурировал. Понимаете, да? То есть, цена, которая должна обеспечивать присутствие предприятия на рынке, должна обеспечивать их нормативную потребность в оборотных средствах и в основных фондах, а также какие-то плановые накопления, которые позволяют думать о развитии модернации в будущем. Если цена продажи это не обеспечивает, а рынок в данной ситуации не обеспечивает, почему? Потому что в России это, в принципе, невозможно. Дело в том, что когда Союз распался, я напомню, что предприятия машиностроительные Советского Союза работали на рынок, который превышал полтора миллиарда человек. Понимаете? У нас была огромная загрузка, у нас были огромные производственные мощности. Понятно, да? А когда теперь у рынок России машиностроительный остался только своих 140 человек у населения, то, естественно, мощности избыточны. И всех устраивало, что эти предприятия массово вымирают, в которых выживал не сильнейший, ну, а может быть, как раз слабейший. Почему? Потому что, когда еды мало, в первую очередь, вымирают не тараканы, а динозавры, условно говоря. В итоге вся крупная машиностроительная промышленность в России была уничтожена. Тяжелое машиностроение и так дальше. Белоруссию спасло две вещи. Первая вещь, у нас не было слишком больших гигантов, по-настоящему больших. А те, которые были, ну, именно благодаря плановым подходам, не рыночным, плановым подходам, это касается и МАЗа, и БелАЗа, и тракторного завода, которые понимали, что мы не можем себе позволить уменьшить объем производства ниже какой-то величины, иначе себестоимость будет выше цены реализации. Это позволило сохранить крупные предприятия, которые за собой уже потянули цепочку коопераций в той же самой Беларуси. Более того, не спросили не только белорусские предприятия второго эшелона, третьего эшелона, но и российские. Если брать, скажем так, МТЗ, то на главный конвейер МТЗ и предприятие МТЗ в Минске работает порядка 130 предприятий в самой Беларуси, но еще 169 предприятий в самой России. Так что действующее предприятие белорусское МТЗ в Беларуси еще дает работу людям из 160 с лишним предприятий в самой России, которые, в свою очередь, являются машиностроителями. Ну, а те еще тоже кому-то чего-то дают. Это же целое сеть. Вот что такое Минский завод тракторный. А мы хотим заставить его конкурировать с кем? Чтобы какое место рабочее убить в Беларуси и как следствие потом закрыть его в России. Понимаю вашу точку зрения, но из новостей последнего времени, буквально вот вчера-позавчера, что называется, «Читаю». В завершающей стадии находится соглашение Беларуси и России о финансировании импортозамещающих проектов. И тут речь идет, если я не ошибаюсь, более чем о 20 новых производствах как раз-таки на территории Беларуси с привлечением российских финансов. Руководитель ФАС Федеральной антимонопольной службы говорит о готовности подписать соглашение с Беларусью о единых правилах конкуренции. Ну, то есть, все-таки какое-то понимание есть, что в единстве пора как-то действовать, действительно что-то делать? Вы меня правильно услышите. Я не говорю, что у нас все безнадега. Просто у нас тем ближе друг к другу, чем ситуация становится сложнее. Но вы же спросили о глубинных противоречиях, которые разрешены или не разрешены. На глубинной форме собственности, да. Противоречия не разрешены. В этом есть проблема. Дальше. Ну, подставьте себе на место Федерации. Вот у них сейчас газ в Европу не пойдет. Понятно, да? А что с этим газом можно делать? Единственная возможность спасти этот газ каким-то образом, переработать его в что-то твердое, которое может храниться. Это или полипропилен, или пластмасса, или удобрение. Ну, вопрос простой. Тот же гротный азот должен теперь на этом газе, на российском, работать четыре смены без выходных. Ну, так, по большому счету. Не потому, что это сейчас надо. Это не пропадет. Это не пропадет. Вот о чем идет речь. То есть, а так как в Беларуси сохранились, в России такого рода производства еще строить надо. Понимаете? А в Беларуси они уже есть. Их надо просто дозагрузить и спасти то сырье, те материалы, которые, в общем-то, сегодня, ну, просто западом не востребованы. Мы же себе поставили в положение сырьевого придатка. Если мы себя сами из него исключаем, на самом деле, это ведь ситуация достаточно странная получается. И опять-таки, если взять цифры нашего Центробанка российского, то получается, что мы должны в этом году, только в этом году, 270 миллиардов продуктов отгрузить нашим непартнерам больше, чем получим обратно. По сути дела, это газ или там нефть и все остальное, металлы отдать бесплатно, ничего не получим в замен. А что это такая за странная экономия? Поэтому в данной ситуации, если мы, ведь любая электрическая сеть, как инженер, так сказать, электроники, микроэлектроники, для того, чтобы переходные процессы были более-менее контролируемые и сеть не перегорала, ставятся те или иные дополнительные накопители в сетях. Это или катушка индуктивности, или конденсаторы, которые позволяют сглаживать переходные процессы. Это все знают. Так вот, организация производств хотя бы первичных переделов, это и может являться той самой частью цепи экономической, которая сглаживает эти переходные процессы, не позволяя этой цепи полностью сгореть и выйти из строя. И в этом плане Белоруссия, безусловно, может сыграть очень важную роль. Опять-таки, если мы говорим откровенно, то идет речь о финансировании этих проектов по Белоруссии порядка 1 миллиарда долларов. Цифра, казалось бы, большая. Но это только кажется. То есть, если брать, допустим, прошлый год, то общий импорт России составил порядка 270 с лишним миллиардов долларов США. 270. Из них критический импорт составляет порядка 70 миллиардов долларов. Понятно, да? То есть, если мы говорим, что мы должны это делать сами в том или ином виде, то только оборотных средств в машиностроении нужно 70 миллиардов на замещение этого попадающего пуска. А вы должны еще где-то это сделать. Значит, надо построить заводы, поставить станки. Ну, то есть, вы выходите на потребность, чтобы заместить этот критический импорт и обеспечить себе технический суверенитет. Вложение порядка 500 миллиардов долларов. Это минимум. Поэтому, когда в этой ситуации мы говорим, что из этого куска целевого, так скажем, 1 миллиард перепадает на то, чтобы она взяла на себя кусочек импортозамещения. Ну, вы знаете, миллиардов-то много, но только абсолютная цифра. А как относительная, она, конечно, хотя надо отдать, все-таки быть справедливым, Россия сама пока не понимает, а что она будет у себя финансировать. Потому что, как бы, лозунги есть, а программ пока нет. Более-менее целевые установки мы видим только по цифрам, которые озвучили несколько раз уже президенту. Это по авиастроению цифры и в штуках, и в рублях. Хотя там, конечно, еще до мероприятий очень далеко. Помните, когда Россия ввела ответные тогда санкции на продукты питания из недружественных стран? А сыры там попали, в первую очередь, под раздачу. И помните, очень много было благодарных фермеров российских сыроделов, которые прям вот благодарили российское руководство. Спасибо за эти меры, потому что мы сейчас можем делать российские сыры и получаем новые рынки сбыта и так далее, и так далее. В промышленности вот есть что-то про авиастроение, вы уже упоминали много раз, за что инженеры скажут спасибо? Ну, благодарить пока не за что. Почему? Потому что, на самом деле... Может, не сейчас, потом. Дело в том, что вот как население отнеслось к тому, что пропали итальянские сыры? О, не будет итальянских сыров, мы будем покупать это отечественное сыроделение, а ей какой ужас! Наши там руки не из тех мест растут, это... Ну, время прошло, как-то приелось. Но сейчас мы видим ровно такую же картину, только уже на производстве, на предприятии. То есть, вот мы поставляем продукцию нефтехимического машиностроения для переработки нефти, газа, углеводородов, ну, для нефтехимического комплекса России. Они говорят, ну, как же, там немцы, там были американцы, а тут мы будем русское поставлять. Ну, что вы, ну, вы же русские, они же были немцы. Ну, идите к немцам покупайте. Ну, так или иначе, деваться некуда. Эта работа потихоньку начинается. То есть, чтобы сделать в два раза больше, вам необходимо для этого в два раза больше хотя бы оборотных средств. А где вы их возьмете? Ну, как оказывается, они есть, но их увозят в резервы в другие страны, и так, по факту. Эти средства, которые могли быть использованы здесь. Совершенно верно. Будем все равно верить в лучшее и надеяться, что все-таки разум будет торжествовать как можно чаще. Среди всех нас, не только наших руководителей, но и людей дела, как говорится, людей в полях, вот как вы. Чтобы все получалось, я думаю, что, ну, да, осилить дорогу идущую. Вы знаете, я думаю, в этом плане у Беларуси тоже очень серьезный плюс, если честно. Дело в том, что Беларусь это промышленно-индустриальная страна, где люди работают на заводах. А завод — это такая вещь, где постоянно что-то неприятное происходит. И чтобы на заводе работать, надо быть неубиваемым оптимистом. Чтобы вот ты приходишь с утра, тебе там сходила котельная, там поломалась машина, там станок резервов. Это постоянно, вот понимаете, это вот, вот хочешь стать средствоустойчивым, тренируйся на заводах, понимаете. Поэтому те промышленники, производственники, которые сохранились в России и Беларуси, это, безусловно, ребята, которые обладают неисчерпаемым просто источником оптимизма. И если кто-то и верит в победу нашей страны, то это как раз промышленники и производственники. Да, биржанники, они спекулянты, у них там проблемы, у них беда, у них право-влево там все плохо, но они промышленники. Вот, что касается, как говорится, врагу не сдается наш гордый варяг, это как раз по производству упорства. А производство в Беларуси, конечно, сейчас побольше, поэтому, наверное, темизм в Беларуси все-таки сейчас побольше. Хотя, надо, соответственно, в России потихонечку опять слово «инженер» и слово «производственник» становятся, если уж не модным, то, по крайней мере, часто произносимым. Беларуси может стать определенной экспериментальной площадкой, на которой можно проверять, отыгрывать, ну, более-менее новые, эффективные формы развития экономики и производства. Так что мы находимся в переди, как говорится, этого развития. Экономической мировой мысли, я бы больше сказал. Не просто развитие. Сейчас вот эти новые модели устройства мира, экономические в первую очередь, ну, будем как-то вместе писать, можно что делать, вариантов нет. И вместе понимать, как нам жить дальше. Ну, по моей информации, часть российских экспертов, в том числе, которые занимаются планированием, экономикой, гибридистическим планированием и бюджетными, так сказать, настройками, участвуют в работе именно с нашей Беларусской академией наук. Поэтому мы с вами нисколько здесь не ультрируем. Действительно, сейчас такие варианты есть. И наука сейчас, в общем-то, здесь занимается этими вопросами. У нас, я считаю, неплохие перспективы. Будем надеяться, что все будет хорошо. Во всяком случае, очень хотим этого. И благодаря таким людям, как вы, я уверен, что так все и будет. Спасибо вам еще раз за этот разговор, за ваши оценки, за ваши рассуждения. Они очень интересны, на мой взгляд. Всего доброго и удачи. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok